Всем привет! Сегодня хочу показать вам одну из популярных достопримечательностей Литвы. Это Таркайский замок в городе Таркай. Советую вам не бежать сразу в замок с толпами туристов, а выбрать прогулку на одном из водных видов транспорта по озеру Гальвы и посмотреть на замок и другие достопримечательности со стороны озера. Такая прогулка заняла у нас примерно около часа и стоила 15 евро. Машину можно оставить на парковке у местных жителей, она недалеко от набережной за 2 евро без ограничения времени. Именно отсюда открываются самые красивые виды, для любителей выложить крутую фото в инстаграме самое оно. Тут и катамараны, и парусники, и каляки, недалеко от замка находятся яхт-клуб и грибная база. Проплывая по озеру можно увидеть еще одну достопримечательность, это усадьба Ужутратлис или дворец Ташкевичей. Сзади него есть тоже большой красивый парк. Ну и немного о самом замке. Таркайский замок это единственная в восточной Европе крепость, расположенная на острове. Построена она в готическом стиле и в этом случае не было такого, что пришел, увидел, победил. Тут литовский князь Гедемин приглядел это живописное место во время охоты и подумал, почему бы не построить здесь замок. Замок был уже достроен при князе Витовти к первой половине 14 века. Тут князь и жил, устраивал разные тусовки, пока Витовт не скончался в 1430 году. И уже потом замок утратил свое военное предназначение, еще позже он стал использоваться как тюрьма. И к тому же Таркайский замок считается самым большим в Литве. После замка в Мальбарке в Польше он уже кажется не такой огромный, но все же заслуживает внимания. Конечно, этот замок мы сейчас видим уже полностью восстановленный после разных войн и завоеваний, но неприступным он так и остался за счет его расположения на острове. К замку ведет деревянная лестница и в сезон, чтобы тут сфоткаться без толпы людей, приходить надо рано утром. Это в принципе, как и в прочем, и везде на все раскрученные достопримечательности. В сам замок мы не пошли, просто заглянули на главную площадь замка. Тут в свое время проходили всякие ярмарки, стояли торговые ряды, а сейчас тут проводятся разные театральные представления, рыцарские турниры. Правда, состоят они из двух рыцарей так называемых. На площади стоят клетки, в которых раньше держали преступников, а сейчас самыми главными преступниками являются туристы, которые так и хотят залезть в эти клетки. Если пожелаете экскурсии, можно уже продолжить в самом замке. Стоимость билетов для взрослых 6 евро, для пенсионеров 4 евро и для школьников и студентов по 3 евро. Ну а мы просто прогулялись по набережной дальше, с которой уже открывается тоже отличный вид. Тут уже можно и сувенирчики посмотреть, и с уточками пообщаться, и покушать. Стандартный магнитик стоит, начиная от полтора евро, дальше цены можете посмотреть на фотках. Возле самого замка продаются разные сладости, возле которых в сезон очень много ос, как обычно. Сама дорожка к замку состоит из сувенирных лавочек вся. Обстановка на самой набережной немного поспокойнее. На ней мы завершили нашу экскурсию. Ну а вы не забывайте подписаться на канал, тыкнуть в колокольчик, потому что это еще не последняя наша с вами поездка, еще есть много интересных мест, которые мы вам не показали. Так что до новых встреч, всем пока-пока, и предлагаю насладиться еще раз видами на Таркайский замок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok